Посмотрите на центр креста. Нет, не отвлекайтесь на знаменитостей, просто продолжайте смотреть на крест. Продолжайте. Еще немного. Вдруг начинает происходить что-то странное. Эти лица превращаются из шикарных в откровенно странные. Верно? Что за жуткие чары здесь действуют? Обещаем, что здесь не замешан фотошоп. Посмотрите. Если мы остановим эту безумную рулетку и вы сосредоточитесь на фотографиях, то увидите, что Майли Сайрус по-прежнему выглядит великолепно. Эта оптическая иллюзия известна как эффект искажения лица при вспышке. По сути, эти фотографии расположены таким образом, что сбивают нас с толку, а наш мозг любит сравнивать вещи. Поэтому, когда изображения очень быстро меняются, и вы видите кого-то с крошечным носом сразу после кого-то с обычным носом, ваш мозг приходит в замешательство. Внезапно обычный нос может показаться таким же огромным, как у Пиноккио. То же самое касается глаз, губ. Да мало ли чего еще. Поскольку наш мозг постоянно сравнивает каждое лицо с предыдущим, в итоге мы превращаем этих красивых знаменитостей в преувеличенные, жуткие, карикатурные версии самих себя. Итак, скажите, что вы здесь видите? Лошадь или тюленя? Это частично зависит от того, куда сначала смотрят ваши глаза. Если вы смотрите на нижнюю часть изображения, ваш мозг, вероятно, думает, что это лошадь. Но если ваш взгляд сначала направится в верхний правый угол, внезапно это выглядит как хвост тюленя. Но дело не только в том, куда мы смотрим. Здесь происходит нечто еще более странное. Когда наш мозг замечает двусмысленную фигуру, мы видим, по сути, то, что хотим видеть. В одном из экспериментов ученые показали эту картинку группе людей и сказали им, что если они заметят животное с фермы, то выиграют конфету. Но если они увидят морское существо, то получат консервированные бобы. Что довольно странно, правда? Результаты показали, что 80% людей увидели лошадь. Тогда условие было решено изменить. На этот раз тот, кто увидит морское животное, получит подарок. Как вы думаете, что произошло, когда мотивация изменилась? В итоге во втором раунде больше участников увидели тюленя. Так что да, похоже, психология играет огромную роль в том, как мы интерпретируем неоднозначные изображения. У нас также есть неразборчивые фигуры. То есть, как бы вы ни старались, вы просто не сможете полностью понять изображение. Возьмем, к примеру, невозможный трезубец. С одной стороны, он выглядит как трицилиндрические фигуры, но с другой стороны кажется, что они сливаются в две прямоугольные части. Это происходит потому, что зрительный центр нашего мозга выполняет большую часть своей работы подсознательно и автоматически интерпретируя фигуру как трехмерный объект. Но когда мы видим эту структуру в 3D, она просто не имеет никакого рационального смысла. Это похоже на треугольник Пинроуза. Его физически невозможно построить в реальном мире, поэтому мы просто не можем его понять. Следующая оптическая иллюзия — это эффект негативного послеобраза. Посмотрите на три точки на ее носу. Если вы еще не догадались, то это Дженнифер Лопес, похожая на персонажа Аватара. Но не волнуйтесь, этот жуткий образ вот-вот изменится прямо на ваших глазах. Задержите взгляд на этих трех точках в центре картинки. Не отводите взгляд и не моргайте. Хорошо, на счет три мы переключимся на пустой белый экран, но вы должны держать глаза широко открытыми. Готовы? Начинаем! Раз, два, три, бам! Вы видите то, что вижу я? Да, это потрясающая Джей Ло в красном наряде. Безумие, правда? Но за этим волшебством стоит серьезная причина. Наши глаза состоят из миллионов крошечных светочувствительных клеток, называемых палочками и колбочками. Палочки помогают нам видеть при слабом освещении и различать предметы в периферийном зрении, а колбочки отвечают за цвет, яркий свет и мелкие детали. Когда свет попадает на эти клетки, они возбуждаются и посылают сигналы в наш мозг, где все обрабатывается в то, что мы видим. Но вот в чем загвоздка. Колбочки могут уставать. Если они слишком долго смотрят на один и тот же свет, им нужен перерыв. Тогда на помощь приходят другие колбочки. Разные колбочки лучше справляются с красным, зеленым и синим цветами. Поэтому, когда одни колбочки устают, срабатывает оппонентная теория, позволяя другим колбочкам взять на себя эту функцию восприятия. Именно так на фото Джей Ло волшебным образом появляются цвета. Эй-эй! Смотрите, кто это? Эйнштейн! А теперь прищурьте глаза. Или, если хотите, сделайте несколько шагов назад. Подождите. Неужели Эйнштейн вдруг превратился в Мэрилин Монро? Это гибридное изображение, которое похоже на смешение двух картинок. Оно объединяет размытые части одного изображения с четкими деталями другого. В данном случае изображение Эйнштейна состоит из тонких линий и четких контуров, таких как морщины или пряди волос. Так так как изображение Мэрилин Монро – это общая картина с размытыми формами. Когда вы отходите назад или прищуриваете глаза, мелкие детали исчезают, и вдруг перед вами возникает лицо Монро. То же самое происходит и здесь. Сначала эта женщина кажется какой-то неопределенной, она несчастлива и не грустит. Но если немного прищуриться, она вдруг кажется действительно злой. Ой! Ух ты, какой поворот! Вот фотографии Ким Кардашьян и Тимоти Шаламе, перевернутые верх ногами. Вы заметили в них что-то странное? Скорее всего нет, но если вы присмотритесь, то увидите, что их глаза и рты не перевернуты. Это называется иллюзия перевернутого лица. Она происходит, потому что наш мозг запрограммирован распознавать лица в нормальном положении. Мы воспринимаем их как единое целое и быстро замечаем детали. Но когда лицо перевернуто, наш мозг с трудом улавливает эти странные детали. Например, перевернутые черты. Этот прием известен как иллюзия стены кафе. И самое удивительное, что эти кирпичи вовсе не кривые. На самом деле, горизонтальные линии идеально прямые и параллельные. Это изображение вводит наш мозг в заблуждение из-за того, как мы обрабатываем контраст. Резкие черные и белые плитки, расположенные рядом друг с другом, создают визуальный конфликт, заставляя наш мозг думать, что линии изгибаются. Но если поменять цвета на более мягкие, например, розовый и голубой, иллюзия исчезает. Мягкий контраст не искажает наше восприятие, и мы можем ясно видеть прямые линии. И вот еще что. Посмотрите на слои раствора между кирпичами. Да, эти серые линии. Искажение происходит только тогда, когда яркость раствора находится где-то между темной и светлой плиткой. Поэтому если раствор слишком темный или слишком светлый, иллюзия исчезает. Пшик! Это клубника красная, верно? Нет. В данном случае клубника вовсе не красная. Она серая. Это волшебство происходит благодаря так называемому постоянству цвета. То есть нашей способности распознавать свет объекта независимо от изменений в освещении или окружающей обстановке. В этом эксперименте все красные пиксели на этом фото были заменены на серые. И мы можем это доказать, увеличив изображение. Кажется, что на этом снимке есть красный цвет, потому что фон синий. Наш мозг считает, что в источнике света есть немного синего, а затем определяет цвет предметов, отбрасывает цвет источника света. Когда ваш мозг берет эти серые пиксели и вычитает из них синий, вы в итоге видите красный. Интересно, правда? То же самое происходит с платьем. Если ваш мозг воспринимает освещение как немного желтоватое, он старается компенсировать этот золотистый оттенок, заставляя вас видеть платье синим и черным. Но если ваш мозг считает, что фон темнее, он не замечает голубоватые тона, и внезапно платье выглядит бело-золотым. Итак, какой же цвет платья настоящий? Ну, в этом случае оно действительно черное и синее. Но давайте закругляться, пока мы снова не погрузились в эти бесконечные споры. Субтитры создавал DimaTorzok